А вы когда-нибудь собирали марки, календарики, значки и игрушки из киндыш-выпризов? А магниты, привезенные из разных стран и городов, наверняка украшают ваш холодильник? Если последнее про вас, знайте, вы мемомагнетик. Ведь именно так называют людей, коллекционирующих магнитики. Выставка «Моя коллекция», открывшаяся в Центральной библиотеке, рассказывает о разных увлечениях и видах коллекционирования. В основном это все то, что собирали в советском прошлом. Наши, опять же, бабушки, мамы, папы и мы тоже. Мы, в конце концов, тоже из Советского Союза. Но все, конечно, знают, что мы собирали всегда марки, значки. Вот здесь представлен винил. А еще здесь большая коллекция игрушек из киндосюрпризов. Карманные календарики, сувенирные тарелки, колокольчики, российские купюры и монеты разных годов выпуска. Магниты на холодильник. Всего около тысячи экспонатов. Практически все предоставила для выставки сама Марина Андрианова. Все знают, что собиратель марок называется филателист. Но мало кто знает, что тот, кто значки собирает, называется фалерист. И вот здесь я специально, опять же, подобрала такие значки, которые, возможно, будут интересны нашей молодежи. Я думаю, да. Потому что люди должны помнить о своем прошлом. Выставка организована в рамках открытия нового клуба «Ностальгия», который заработает в библиотеке в самое ближайшее время. Авторы идей уверены, новый проект будет интересен как взрослым, которым будет приятно окунуться в воспоминания детства, так и подрастающему поколению. Показать, во что вообще мы играли в детстве. Какие-то игры на бумажках, да, какие у нас были дискотеки прекрасные. У нас будет вот этот клуб разнонаправленный. То есть сегодня мы, например, да, там на этой неделе мы играем в игры. На следующей неделе у нас дискотека, вот, с буратино и с бутербродами, с колбасой. Оценить экспозицию, узнать много нового из области коллекционирования можно до конца июня. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok